и дорогие друзья вчера мы приехали очень поздно в 11 часов быстро заселились в отель и сходили покушать и легли спать сейчас уже время близится к 10 скоро мы отправимся по нашим делам и посмотрите в каком прекрасном отеле мы остановились мы взяли завтрак я взяла такой простой завтрак и вот там вот сзади находится наш завтрак я чуть-чуть вам позже покажу ну и конечно же познакомлю вас вот с этим прекрасным местом раньше здесь был хан который был построен в девятнадцатом веке в общем в скором времени мы с вами пройдемся ну и конечно я покажу нашу комнату и как выглядит отель снаружи городок это небольшой поэтому приглашаю вас вместе со мной прогуляться по этому маленькому городку этот великолепный хан был построен в 1988 году спроектирован французским архитектором а построен турецким архитектором заняло строительство три года и было заплачено 3000 золотых лир на первом этаже находится 30 комнат 1983 году этот хан друзья что такое хан хан это старый старом понимании торговый центр был он куплен турецкой семьей заняла реставрация 6 лет и в 1993 году он был превращен в отель что же нам сегодня давали на завтрак на завтрак у нас здесь сок различные варенья различные виды сыра конечно же всеми вами любимые оливки колбаса огурцы помидоры конечно же вот такие вот очень полезные полезный инжир сухофрукты и здесь традиционный для этих мест вот такой вот хлеб ну и внутри у нас были яйца и гёздлями и вот такая вот вкусная выпечка раньше этот хан использовался как я уже говорила как место для торговли а сейчас здесь расположен отель и проводят различные праздники свадьбы помолвки и так далее вот такие вот таким вот образом он выглядит это типичный хан не очень большой и как мне рассказала и хан во время того как хан непосредственно был ханом использовался по своему назначению то на первом этаже обычно находился ресторан и вот вы видите здесь очень-очень много дверей находились за этими дверями различные мастерские магазинчики и так далее а верхний этаж всегда использовался как отель реставрация как я уже сказала заняла 6 лет постройка заняла три года а реставрация заняла 6 лет и видите все оригинальные окна стены и так далее были либо отреставрированы либо заменены на подобные очень красиво сейчас вам покажу как выглядел хан на древние времена ресепшене здесь есть фотографии и вот вы видите как этот хан раньше выглядел старый старый город старые машины в общем его использовали непосредственно как место для хранения каких-то товаров видите сюда даже заезжали машины и обычно в ханах нет крыши то есть без крыши сейчас здесь есть крыша потому что хан превратили в отель хан стал отели вот вы видите например пример одного из таких маленьких магазинчиков ну просто здорово конечно что сейчас здесь не магазинчики а именно отель вот так вот он выглядел были какие-то ресторанчики магазинчики ну и непосредственно как я уже говорила можно было на машине прям заехать внутрь вот так вот хан выглядел с улицы с улицы мы еще посмотрим ну а вот так вот выглядит у нас ресепшен и здесь везде такая старинная мебель а здесь у них еще есть очень старинный ресторан вот такой вот телефон который не работает можно позвонить нет работать видите подключен здесь расположен ресторан ресторан можно покушать по ужин обед в общем очень красивое место и вот так вот выглядит одна из улиц этого города на которую мы еще сходим вместе с вами потрясающе фантастическое место друзья очень-очень атмосферная и ночь в этом отеле стоит вместе с завтраком всего 140 лир спасибо и хану он нашел это место потому что ни на каких иностранных сайтах типа букинга этой гостиницы нет только на сайтах турецких агентов в общем мы позавтракали и сейчас сейчас я вам еще по и сейчас я поднимусь наверх и мы с вами посмотрим как выглядит хан сверху а вот вы видите я вам говорила что здесь не было крыши вот сейчас эта крыша есть ее надстроили и это даже здорово потому что вся внутренняя отделка сохраняется в таком красивом первозданном виде поднимемся наверх наверх идет вот такая вот лесенка как вам мне кажется просто невероятно потрясающе место мы с их она когда завтракали сидели я ему говорю наверно это один из самых интересных отелей в которых мы когда-либо останавливаясь ну конечно же мардин и вот этот отель находится он в центральной анатолии совершенно фантастическое место друзья посмотрите просто красота даже здесь стоят такие вот сундучки старинные и в каждой комнате есть я покажу вам чуть позже но теперь переворачиваю камеру и показываю вам как это все выглядит вот здесь начинаются номера наш номер находится с той стороны здесь вот такие вот удобные кресла стулья сверху хан выглядит вот таким вот образом место для завтрака можно посидеть посмотреть телевизор и здесь уже находятся отдельные комнаты есть маленькие комнатки небольшие например как вот это у нас достаточно большая комната здесь делают уборку заходить не будем покажу вам нашу комнату а здесь на втором этаже расположен телевизионный салон посмотрите какая красота если бы мы остановились в этом отеле подольше потому что сегодня мы уже уезжаем если бы мы остановились в этом городе подольше то обязательно в этом телевизионном салоне мы бы посидели вечером и отдохнули и кстати написано внизу было слоган отеля погрузитесь в ностальгии но в общем что-то связанное с ностальгией очень красивый очень красивая планировка но это типичная планировка для таких помещений но все равно очень красиво вот например маленькая комната очень маленькая и сейчас я уже покажу вам нашу комнату потому что наша комната очень очень большая ну просто хочется ходить смотреть вот так вот по кругу их и любоваться всей вот этой вот красотой невероятной просто просто невероятно вот так вот друзья совершенно незапланированные спонтанные путешествия приводят каким к таким потрясающим таким потрясающим открытием я я не могу сказать что я попросила но где-то совершенно в самой глубине турции находится такая вот красота и она есть в каждом городе в каждом городе и самое главное что эта красота не просто не заброшена она отреставрирована приведена в порядок и она используется для того чтобы люди видели и наслаждались этим в общем очень здорово давайте теперь пройдем нашу комнату покажу как выглядит нашу и еще хочу вам рассказать вот про эти окна видите вот это вот дверь здесь раньше тоже на втором этаже располагались либо комнаты для отдыха либо маленькие магазинчики и если это был магазинчик то у него были вот такие вот окна при реставрации конечно же окна не ведут в комнату при реставрации сделали стену но окна сохранили чтобы было ощущение что на самом деле это настоящие окна просто сзади завешаны какими-то шторами уже выезжаем из гостиницы вот там внизу стоят наши чемоданы на ресепшене а сейчас покажу вам как выглядит выглядела наша комната в которой мы сегодня были мы заходим и здесь у нас мини-бар диван и вот такие такой вот потрясающий окно с гобеленовыми шторами обалдеть очень все чисто красиво сразу проходим ванну и здесь все стандартно душ были полотенца конечно же умывальник фен несмотря на то что это три звезды но здесь есть фен и дальше мы проходим из такой вот мини гостиной проходим спальную комнату здесь есть прикроватные тумбочки потрясающий комод про который я вам говорила сундук там хранятся подушки и еще теплое одеяло шкаф с вешалками ну и конечно же телевизор кондиционер зеркало прикроватные тумбочки лампы но друзья обратите внимание на потолки то есть вот смотрите я и насколько высокий потолок потолок просто потрясающий вот так вот выглядела наша комната спасибо этому отелю нам очень понравилось мы выезжаем и сейчас отправляемся по нашим делам ну и конечно же дальше покажу вам что интересного мы увидим потому что сейчас начался дождик не очень приятная погода потому что поэтому даже с волосами я ничего не делала ну в общем как пойдет вот выглядит наш отель с улицы наш номер был с другой стороны и как вы видите до сих пор остались вот эти вот маленькие магазинчики которые я вам показывала на старой фотографии вот они совсем маленькие здесь и агентство недвижимости различные офисы и вот такие вот красивые красивые магазины которые совершенно потрясающе конечно отреставрированы ну а вот так вот выглядит сам город начался дождь нам пришлось купить зонтик и сейчас мы отправляемся по по делам в одно очень интересное место даже несмотря на несмотря на дождь здесь есть рынок но мы идем на мы идем на автобус вот таким образом выглядит рынок как и везде то же самое как в Аланье в Кумлудже либо в любом другом городе Турции дорогие друзья мы отправляемся на автовокзал из автовокзала едем в Эски-Шахир а из Эски-Шахира на скоростном поезде в Стамбул поэтому в следующем видео вы увидите наш путь из Эски-Шахира до Эски-Шахира и из Эски-Шахира в Стамбул поэтому если вы не подписаны на наш канал подписывайтесь ну и конечно же группа на Фейсбуке обязательно и обязательно подписывайтесь на нашу группу на Фейсбуке а на сегодня всем всего хорошего пока вам спасибо 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 спасибо